В скором времени состоится очередная встреча в формате «Рамштайн», но и сейчас уже мы видим, что предшествует этой встрече замечательные новости о том, что страны Запада нам помогают. И более того, помогают уже более серьезными вещами, более серьезными видами вооружений. Сегодня Йенс Толтенберг сказал о том, что на текущий момент это ключевой момент в войне в Украине. А российские паблики вовсю пишут о том, что 20-го числа, когда состоится эта встреча, то Запад фактически объявит России войну, исходя из того количества оружия, которое сейчас нам передают. Скажите, пожалуйста, по поводу 20-го числа, по поводу этой встречи, много ли оружия мы получим и какого, как думаете вы? Достаточно ли то, что уже предоставили и будет ли что-то больше? Нет. Опять же, вы говорите, что они предоставили это уже. Еще не предоставили. Опять очередное пообещали. Но в этот раз, насколько я знаю, обещали Миги в начале войны, а потом сразу же отказались. Пообещали танки, потом сразу же отказались. Пообещали. Этих обещаний было очень много. И каждый раз после каждого Рамштайна это были обещания. И вот сейчас это будет перевернем землю с небом. Вот уже ленд-лист подписали. Сейчас все пойдет. Сейчас вот уже все, уже неделя-две и уже все это здесь. Уже скоро год войны. Минимум, минимум, что нужно. Пока что решали и патриоты, и все такое. Но вот опять же из моих источников, которые не очень там высокие или знаменитые, но ребята, они говорят, нет, документы подписаны. Батарея одна патриота пойдет. США одна пойдет. Потому что даже если это немецкая, она все равно американская. Точно так же, как леопарды. Если они испанские, они все равно немецкие. Немцы должны дать разрешение, что называется end-user сертификат. Ну, последнего использователя сертификат должен не быть от страны, которая производит это оружие. Ну, и 50 Брэдлис. Говорят, что да, они пойдут. 50 Брэдлис – это очень хорошая машина. Это БМП, боевая машина пехоты американская. Я помню, в моем опыте, они в буре в пустыне сожгли все эти советские танки. Без проблем. Но это все равно не танк. Но это машина хорошая. 50. Опять же, я не знаю, что такое много, что такое достаточно, что недостаточно. Я знаю только вот такие вещи. Я знаю, что сказал и запросил ваш генерал-залужный. Он запросил 300 танков, запросил 600-700 вот этих БМП, боевых машин пехоты. И там 800 гаубиц. Это не так уж много. Это серьезно. Немного. Если 600-700 нужно БМП, а мы посылаем 50, я считаю, что это недостаточно. Недостаточно. 600-700 было бы достаточно, потому что это то, что просит ваш генштаб. Если мы даем в 10 раз меньше, это недостаточно. Но это уже хоть что-то. Да, уже год войны. Давали 72 часа. Уже год не держатся. Мы видим, как погибают украинцы, какое идет убийство этого всего. Общество требует. Мы видим, что произошло в Германии. Потому что министр обороны пришлось ей уйти в отставку, потому что она затягивает, не дает, а общество требует. Надеюсь, что у нас тоже в Соединенных Штатах Америки будет происходить то же самое. У нас есть сейчас митинг перед Белым домом. Каждый день там собираются люди с украинскими флагами. С поддержкой требую ленд-лиз. Это я знаю, что вот это вот нужно. Много или мало. Я знаю, что ваш министр обороны сказал... Да, знаю, БДР стоит 400 тысяч долларов. А мне говорят, покупать его за миллион. Значит, тут что-то не то, что-то не сходится. Поэтому я могу только поддерживать вашего министра обороны, вашего командующего войсками и требовать только то, что вот они говорят. Для меня это правильно. И мы обязаны им в этом помочь. В этом помочь. Эти 45 миллиардов, очередной пакет, который мы выделили, не сможет покрыть эти 300 танков, 500-600 БМП и 800 гаубиц и БТРов за миллион долларов. Не сможет. Не хватит. Поэтому мы, американское общество, американский конгресс, мы продолжаем давление, мы продолжаем требовать ленд-лиз. Вот по ленд-лизу это все можно дать очень быстро. И оно у нас есть. Поэтому мы настаиваем, чтобы американский закон, наш президент, то есть волю народа, за который проголосовал конгресс, а это народ американский, выполнялся, чтобы дали Украине ленд-лиз. А там уже вы решаете, украинцы, сколько, чего вам нужно и когда вам нужно и так далее. А я правильно понимаю, что, по сути, это опция следующая? То есть есть запрос, например, как был от заложного в интервью СМИ, которое вы уже цитировали, и вот этот запрос в полной мере выполняется? Или там есть другие вещи, связанные с бюрократией, с аналитикой и какая сейчас обстановка, а мы считаем, что нужно столько отправить и так далее? Вопрос простой. То есть запрос полностью выполняется или нет? Ленд-лиз. Что предусмотрено? Нет, но если он просит, если генерал Залужный просит 300 танков, то мы, Соединенные Штаты, ни одного толка не дали, ни по какой программе. Опять же, когда люди начинают говорить, что там если ленд-лиз пойдет, это какой-то последний спор, потому что надо сначала этим, этой программой пользоваться, когда дают все на шару. Нет, одна программа другой программе не мешает. Это программа, где оплачиваются зарплаты учителей, врачей, военных, она может и кедать. Одна программа друге не мешает. Но вот эта быстрая небюрократическая система по ленд-лизу передачи оружия Украине, она не работает. Почему она не работает? Наш президент не дал отчета, а он обязан был дать это 60 дней после того, как он его подписал. Значит, какой смысл было подписывать этот закон, если этот закон никак не войдет в действие. Поэтому, насколько я понимаю, дается, генерал Залужный просит 700-800 БМП, а ему дают 50 пока что. Но это уже лучше, чем ничего. Значит, уже какая-то инвекция пошла. Наша... Продолжать давление власти, требуя... Продолжать выполнение на нашей власти, требуя выполнения наших американских законов. Это наше право. А когда здесь начинают путать людей, дезинформировать их разными, что 1 октября за это надо платить, это все не надо. За ленд-лиз платить не надо. И возвращать тоже непонятно, когда надо, потому что нет дат возврата того, что осталось. Поэтому это странно, что происходит или бюрократия, или коррупция в этом участвует. Но мы должны продолжать требовать, чтобы в Украине прекратилось убийство. Чтобы прекратился геноцид народа, уничтожение нации. Во-первых, это с моральной точки зрения неправильно. А во-вторых, если вы думаете, что этот маньяк остановится на Украине, то тоже все понимают, что нет. Что с ними надо кончать. Ну реально надо кончать. С этой структурой, с этой властью, с тем, как состоит сегодня Россия в этой форме. Это надо заканчивать. Это надо и этим же способом спасать русский народ. Помогать им спастись. Потому что в первую очередь они угробят себя. Украинцы останутся. Украинцы останутся или в Киеве, и во Львове, и в Харькове, и на земле. Или они уйдут в канализации и будут оттуда везти. Или в горы и будут оттуда везти войну. Но они останутся. А вот русские, как народ, нация, пропадет. Пропадет. Просто потому что люди нормальные не захотят быть русскими. Как после войны немцы не хотели быть немцами. Но их спасли. Им помогли остаться. Оставить их культуру, отстроить их экономику и так далее. То с русским уже никто помогать не будет. И люди не захотят быть. Они уничтожат самих себя. В первую очередь. Если эта война укрепит украинцев и сделает из них сильнее, и сделает из них нацию крепкую, которая сейчас куется. Например, Израиль. Это же создана страна из людей, которые были покалечены Второй мировой войны из концлагерей. Психически, физически. Но это их скалат. То с Украиной, я надеюсь, будет то же самое. А вот России не будет. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok